Как привлечь корову к кормушке, чтобы она съела больше корма и дала вам больше продукции? Конечно, это должно зависеть не от вашего настроения, а от потребности живого. Приветствую всех, уважаемые друзья, коллеги, партнеры и подписчики нашего канала. Меня зовут Владимир Кувшинов, я специалист компании ProTexFit. Сегодня мы начинаем большую серию роликов, посвященных кормлению, паению, уроду и удовлетворению потребностей ваших животных. Кормление это какая задача его, это обеспечить корову сбалансированным питанием ежедневно. У фермера есть постоянная забота, связанная с тем, что нужно контролировать изменения в кормлении. Вы должны четко отслеживать появление новых компонентов в рационе, введение того или иного ингредиента, измерение влажности, пошел дождь или начался сезон снега, то есть изменяется влажность насилостной яме. И как сейчас у нас жара 35-36 градусов, вы должны следить за тем, чтобы влажность тех компонентов, которые вы вкладываете в рацион, соответствовала норме введения. Конечно, никуда не делась задача контролировать наличие остатков на складе. То есть постоянный подвоз ингредиентов, либо заготовка на целый год вперед, это тоже очень важный момент формирования стабильного рациона. У вас должны быть или очень надежные партнеры, как, например, наша компания, которая готова вам подвезти корма по вашему требованию, либо вы должны запасаться на какой-то период, чтобы гарантировать стабильность и страховой фонд корма. Еще, кроме этих факторов, которые я уже перечислил, важным является то, как делать эту смесь однородной, как заставить животных потреблять то количество формы, которое вы запланировали. Например, сейчас мы находимся на кормовом столе утелок, для которых важен объем формы, но невысокая питательность, чтобы они не зажирели, но имели стабильный высокий привит. Поэтому здесь важно измельчение, фракция, качество смешивания, дополнительное увлажнение. Все эти факторы животновод должен учитывать в ежедневной работе. Как кормить животных? Конечно, это должно зависеть не от вашего настроения, а от потребностей животных. Традиционно животных кормят 2-3 раза в день, иногда 1 раз в день, если это речь идет о невысокопродуктивных животных. 2-3 раза это подача основного корма, но не менее 8 раз в сутки идет подталкивание форма, для того, чтобы животные могли дотягиваться и поедать те кормовые средства, которые им недоступны в данный момент. Очистка объедев, потери, которые неизбежны даже в кормах самого высокого качества, это связанные с измельчением формы. Очистка объедев производится 1 раз в сутки, как правило, это в утренние часы, например, перед доением, перед раздачей первой партии или первой дозы корма. Когда кормить? Конечно, очень важно соблюдать распорядок дня, который вы наметили. Если вы видите, что остается большое количество кормов, то вы не должны наказывать животных недокармливать. Количество объедев хорошей смеси составляет 2-3%. Если качество корма не на самом высоком уровне, количество объедев пропорционально возрастает. Чтобы вы понимали, 2-3% это где-то 20-30 кг с одной розданной тонной кормы. А использование объедев, которые вычищаются у животных, должно обязательно согласовываться с ветеринаром. Для использования на других производственных типах. Например, для отформы бычков или для кормления с невысокопитательными рациентами. Друзья, как привлечь корову к кормушке, чтобы она съела больше корма и дала вам больше продукции? Конечно, самым мощным симулятором является раздача свежей партии корма. Но и такой прием, как подталкивание, тоже неплохо для показа. Животные обращают внимание и подходят за новой порцией. Это, конечно, равномерность корма в каждом подходе. То есть, животное, которое ело корм сразу после раздачи, должно иметь примерно такого же качества корм через час, через два, через три после того, как корм роздан. То есть, вы подтолкнули корм, и корм должен быть примерно такой же, как в свежерозданном корме. Специально вводим приятные на вкус компоненты. Такими компонентами являются, конечно, остатки технических производств, например, свекловичный жом, свекловичная патока. Такие вкусовые добавки отлично сказываются на поедаемость. Длина частиц объемистых кормов в смеси меньше 6 см. Здесь, в данном, есть структурные элементы длиной и 10 см. Они, конечно, идут в основном объеде от кормов. Гладкая поверхность кормового стола, она улучшает потребление и снижает количество остатков. Не остается гнилостных, кислых элементов, и запах корма всегда приятный. Своевременное удаление остатков, как я сказал, должно быть ежедневным, независимо от того, сколько их осталось на кормовом столе. Контроль влажности, друзья, позволяет сделать массу более клейкой, однородной и предотвратить просыпание концентратов. Друзья, на сегодня это все. Дальше будет еще больше интересной информации, практической информации. Смотрите нас в наших социальных сетях. Всем пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!